Дело в том, что все наши отпечатки, которые мы имеем на данный момент на компьютерах, они уникальными не являются. Это миф. Ты сталкиваешься с гуглом, у которого есть щупальца везде, на всех сайтах. Ты интересуешь эти корпорации. А знаешь, почему ты их интересуешь? Дело в том, что они хотят продать тебя. Отпечатки используются также и в идентификации плохих пользователей. Друзья, всем привет! Сегодня у нас новый выпуск на канале. А говорить мы будем о важной и интересной теме антидетект решения. Обязательно поговорим об антифродсистемах, цифровых отпечатках и, конечно же, затронем тему анонимности в интернете. В гостях у нас живая легенда форума Open Source, специалист в области информационной безопасности Vector T13. Впервые про деятельность Дмитрия я услышал от своего знакомого и сразу заинтересовался предметом его лекции. Дело в том, что конвенция ООН гарантирована каждому из вас, каждому, право на вашу анонимность. И системы, никакие сайты, никто не может собрать о вас эту информацию. Но, как вы понимаете, бороться обычному пользователю с многомиллионными, многомиллиардными корпорациями – это довольно сложно. Смотрим то, каким образом за вами, собственно, организуется слежка. Вторая группа наших идентификаторов – это идентификаторы, создаваемые статичные. Что означает идентификаторы, создаваемые статичные? Создаваемые статичные идентификаторы – это идентификаторы, которые создаются при установке вашей операционной системы. Здесь их есть большая аббревиатура – Product ID, Device ID, Secure ID, User ID, Build ID, Windows Update ID и так далее. Всего мы в операционных системах можем насчитать более 100 таких идентификаторов, каждый из которых является уникальным для сессии установки операционной системы. Иными словами, после того, как вы установили операционную систему, он всегда остается при вас. Дмитрий профессионально разбирается в вопросах сохранения анонимности пользователей в сети, знает методы защиты от активной и пассивной деанонимизации, также помогает своим клиентам защитить мобильные устройства, отлично понимает предмет криминалистического анализа компьютерной техники, ну а самое главное – специализируется на антифрод-системах и методах уникализации пользователей. Дмитрий, приветствую тебя! Приветствую, Сергей! Ты как профессионал с большим стажем в сфере информационной безопасности, можешь ли ты меня, как блогер обычного человека, научить обеспечивать свою анонимность в интернете на 100%? И дать гарантии, что ни одна спецслужба в мире или хакер не сможет меня деанонимизировать? Да, конечно, это не вопрос. Сделать это довольно просто, просто возьми, выключи компьютер, продай его, уедь куда-нибудь на необитаемый остров, устройся осмотрителем маяка, и вот, задача решена. Давай вернемся немного в прошлое и поговорим о твоем пути. Расскажи, как ты пришел в сферу информационной безопасности, почему выбрал крайне необычную направленность в качестве основной, а не пошел по классическому сценарию пути пентестера или этичного хакера? Сергей, знаешь, наверное, как ни странно, мне помогла онлайн-игра. Именно если разбирать информационную безопасность. В начале 2000-х годов, где-то год 2004-й, может быть, 2005-й, у меня в Украине пошло повальное увлечение игрой, которая называется Lineage. Линейка по-другому, Lineage 2. Интересная, хорошая игра и так далее, мне она действительно нравилась, но мне в этой игре не нравился очень один момент. Для того, чтобы там чего-то достичь, нужно постоянно сидеть и играть. То есть, выражаясь плохим словом, задрочь. И меня это очень гико раздражало. Мне не нравилась вот эта механика игры. Потому что один человек сидит, он целыми днями полностью за компьютером. Да, у него что-то получается, другой хочет прийти поиграть в свое удовольствие. Увы, у него этого не получается. Поэтому, наверное, с этого и началось. Началось с того, что хотелось систему прогнуть под себя. И это получилось. Это получилось, получалось это фактически всегда. Вот тогда, собственно, я первый раз появился на одном из форумов Рунета, форум жук.ру, посвященный играм. Это фактически был мой, наверное, один из первых аккаунтов под никнеймом VectorT13. И там я выкладывал различного рода сервера и описывал уязвимости к этим серверам. То есть, что можно сделать. И фактически все сводилось к тому, что человек заходил даже на довольно крупные сервера, на которых играло по несколько тысяч человек. И фактически за час, за два получал себе полностью все, что он хотел. Ну, было веселое время, скажем так. С этого началось уже, как бы я понял, что мне это интересно. Однако, хотелось бы сказать, что, например, та же самая сфера пентестинга, отдаленно, которой я занимался при работе с линейш-серверами, меня не интересует как таковая. Дело в том, что хороших образовательных учреждений, в которых я бы мог получить действительно образование на территории Украины, на то время не было. Увы. Соответственно, единственным вариантом, по которому я мог идти, это становиться самородком и пытаться чему-то научиться самостоятельно. Поэтому я выбрал путь немного другой. Я выбрал путь человека, который разбирается в информационных технологиях, получил профильное образование. И затем уже на основании профильного образования, то есть на основании фундамента, который я получил в высшем учебном заведении, я мог уже выбирать, что мне делать. Сфера пентестинга крайне сложная сфера. И для того, чтобы добиться там успехов, необходимо быть действительно профессионалом. Необходимо больше, чем профессионалом быть. Необходимо действительно этим жить. Так же, как в боксе, например. Есть человек, который просто занимается этим пару часов в неделю, да? Можно считать его боксером? Ну, в принципе, можно. Но он никогда не выйдет на профессиональный ринг. В то время как профессионал, он этим боксом живет. Он тренируется каждый день, он тренируется упорно, он тренируется усердно. Это его жизнь. Точно так же и в сфере пентестинга. Информационные технологии развиваются невиданными темпами. И для того, чтобы соответствовать этим информационным технологиям, для того, чтобы более того, чем соответствовать, и для того, чтобы смочь эти технологии превзойти, необходимо, увы, посвятить этому всю свою жизнь. Поэтому сфера пентестинга как таковая. Это сфера ноу-лайферов. В моем понимании, в большем смысле этого слова, это просто ноу-лайф. Задротство 20 часов в день. Моя сфера, она, которой я сейчас занимаюсь, она была продиктована, наверное, скорее всего, пользователями. Скорее всего, самими пользователями. Дело в том, что сфера анонимизации, анонимности даже, к которой мы привыкли, к которой у нас даже частично могут обучить в высших учебных заведениях, она как таковая уже перестала существовать. То, что мы видим сейчас в голливудских фильмах, например, то, что мы видим сейчас в различного рода сериалах, пользующихся популярностью, уже, увы, не имеет ничего общего с реальностью. И сфера именно работы с антифродсистемами и с системами обхода этих антифродсистем является, по моему мнению, на данный момент самой перспективной. Самой перспективной она является не только в плане развития, но также самой перспективной она является и в плане финансов. Потому что для совершения любой транзакции в сети, все мы сейчас перешли в интернет, все мы совершаем транзакции, все мы каждый день что-то покупаем, что-то продаем. Для совершения любой из транзакций ты каждый день сталкиваешься с системами защиты, системами антифрода, которые анализируют тебя, собирают тебе информацию и потом выносят решение, хороший ты человек или плохой. Для того, чтобы взаимодействовать с этими системами, необходимо тоже оставаться в, скажем так, в струе. Необходимо тоже постоянно соответствовать этим информационным технологиям. Но эта сфера, она ближе мне. Она ближе, она перспективнее и она масштабнее. Плюс ко всему, эта сфера также затрагивает не только интересы, например, отдельной компании, как в случае пентестинга, она затрагивает интересы и обычного человека. Дело в том, что, возможно, ты удивишься, но даже самому обычному человеку иногда очень важно обойти эти антифрод-системы, обойти системы слежения за тобой. Дмитрий, есть такое известное явление, когда этичные хакеры и специалисты служб безопасности банков конспирируются на теневых площадках, сидят под вымышленными никнеймами, стараются скрыть свое присутствие, так как не хотят быть замеченными на площадках сомнительной репутации. Возникает вопрос, если ты имеешь сертификат этичного пентестера, то почему никнейм Vector T13 можно найти практически на всех топовых теневых форумах в нету? На главной странице. Можешь, пожалуйста, объяснить этот момент мне и зрителям? Да, Сергей, я могу объяснить тебе этот момент, только сразу хотелось бы уточнить. Меня можно найти фактически на всех форумах, кроме форумов, которые связаны с кардингом. Если форум, например, теневой, да, не означает, что все услуги, которые там предоставляются, являются противозаконными. Это во-первых. Во-вторых, ну, согласись, довольно сложно было бы предоставлять свои услуги на форуме, который посвящен вышивке, да, или, например, на тех же самых игровых форумах. Как появился Vector T13 на вот этих вот теневых форумах? Я учил людей анонимности. Все. Вот, собственно говоря, с чего произошло мое появление там. Я учил людей анонимности. Я учил людей безопасности. Это не означает, что я каким-либо образом способствую, там, нарушению закона и так далее. Дело в том, что даже конвенция ООН гарантирована право на анонимность. Соответственно, где я ее предлагаю? Я ее предлагаю на форумах людей, которые этим интересуются. Я не предлагаю ее на форумах откровенных, грубо говоря, мошенников или воров, вот, например, как на кардинг-форумах. Нигде меня нет. Но на форумах, где, скажем так, люди все время балансируют на острие закона, да, то есть, с одной стороны, если на них посмотреть, они, может быть, его нарушают, с другой стороны, они защищают свои интересы. Поэтому я бы сказал так, что найти меня на таких форумах можно, потому что это то поле деятельности, которое действительно позволяло мне продвигать свои услуги. Поговорим о цифровых отпечатках. Можешь рассказать, пожалуйста, что такое фингерпринц, как менялись подходы к идентификации пользователей за последние 10 лет, какие продвинутые методики используются для идентификации пользователей в 2020 году? Давай для начала рассмотрим, что такое, о чем у нас вопрос сейчас идет. Что такое вообще цифровые отпечатки? Что это? Дело в том, что когда, вот смотри, ты берешь телефон или ты берешь свой компьютер и входишь в интернет, что происходит? Тот же самый, ты сталкиваешься со всеми системами безопасности, которые только есть. Ты сталкиваешься с Google, у которого есть щупальца везде, на всех сайтах в виде Google аналитики. Ты сталкиваешься с Facebook, с Instagram и так далее. Знаешь, кто это? Что это за корпорации? Эти корпорации, которые фактически сейчас контролируют весь интернет, то есть Microsoft, Twitter, Facebook, Instagram. И ты интересуешь эти корпорации. Знаешь, почему ты их интересуешь? Дело в том, что они хотят продать тебя. Да, они хотят продать тебя или они хотят продать тебе. Теперь расшифрую, как это происходит. Вот смотри, есть у нас пользователь, пользователь интернета. Примерно представь себе вот безликую такую фигуру. Пользователь интернета. Этот пользователь интернета, он потенциальный кошелек. То есть из него можно вытянуть деньги. Но эти деньги нужно вытянуть правильно. Эти деньги нужно вытянуть правильно каким образом? Если этот пользователь безликий, является 13-летней девочкой, можешь ли ты ему продать часы по такфилип? Нет, не сможешь. Или же, например, если этот пользователь является 50-летним мужчиной, можешь ли ты ему продать диски Джастина Бибера? В теории, конечно, можешь, да, потому что кризис среднего возраста и так далее. Но это не то. Самая основная цель слежения в интернете не дианонимизация хакеров, не дианонимизация плохих ребят и так далее. Самая основная цель дианонимизации пользователя – это понять, кто этот пользователь. Для того, чтобы продать ему товар, продать ему услугу, продать ему информацию. А если не получилось ни первое, ни второе, третье, то продать ему рекламу. А продавая ему рекламу, ты продаешь самого пользователя. Иными словами, весь интернет – это просто рынок по продаже людей. Все. Но как этот рынок устроен? Дело в том, что для того, чтобы понять, кто перед тобой стоит, необходимо его каким-либо образом идентифицировать. Мы все слышали фразу типа «я тебя вычислю по IP» и так далее. Но, увы, обладая IP-адресом, ты можешь узнать только страну. Да, страна играет действительно огромную роль. Вот я не знаю, слышал ли ты или нет, но есть такие союзы, которые называются 5 глаз, 9 глаз, 14 глаз. Что это за союзы? Еще со времен Второй мировой войны был создан союз между США и Великобританией. Этот союз был призван для того, чтобы обмениваться разведданными. Не буду вдаваться в довольно-таки серьезную историю. Это все можно, в принципе, найти в интернете. Плюс еще у меня одна статья есть на моем телеграм-канале, написанная по этому поводу. Я тебе расскажу саму суть. То есть у нас 14 стран, пользователи из этих стран являются, скажем так, привилегированными. И это уже априори является пользователь надежный, пользователь хороший и пользователь ценный. Но этой информации мало. Реально нам мало узнать, что пользователь, например, сидит из Великобритании, из пригорода Лондона, Лутона, например, или же из какого-нибудь небольшого городишки штата Массачусетс, США. Поэтому нам необходимо понять, что за устройство у пользователя. Нам необходимо отследить этого пользователя для того, чтобы понять его интересы. И теперь к нам приходят на помощь цифровые отпечатки. Каждый раз, когда ты входишь в сеть, каждый раз, когда ты открываешь Twitter, каждый раз, когда ты открываешь Facebook, производишь транзакцию Мастеркарта, визы, PayPal, чего угодно, ты всегда передаешь свои отпечатки. Цифровые отпечатки, которые идентифицируют тебя как личность, они не были придуманы специально. Ты удивишься, но действительно, они были придуманы абсолютно случайно. Раньше, например, возьмем начало 2000-х, для того, чтобы отобразить веб-страницу, необходимо было пользователю с сервера передать, собственно говоря, таблицы, да, то есть столбики, строчки, различного рода визуальные элементы, назовем их так. И это занимало трафик, это занимало время. Соответственно, была придумана технология, технология Canvas. Например, когда не нужно передавать пользователю готовую картинку, а можно передать просто инструкцию по построению этой картинки. Эта картинка будет построена браузером пользователя. Мы таким образом экономим трафик, экономим время, то есть ускоряем загрузку страниц, и мы производим распределение мощности. То есть в данном случае картинка будет построена на компьютере каждого пользователя. Вот. Технология хорошая, хорошая, сделана на благо человечества, на благо. Но картинка строится на компьютере каждого пользователя по-разному. Соответственно, поскольку она строится по-разному, мы можем из этой картинки извлечь отпечаток. Я тебе расскажу, как это происходит. Вот представь себе, мы рисуем, например, вот у меня сейчас в руках есть телефон. Представляем себе, что телефон – это картинка. Вот, например, мой компьютер отрисовал ее в таком цвете. А твой компьютер отрисует ее, но на полтона ниже. Например, вот этот коричневый цвет будет на полтона ниже. А компьютер твоего товарища отрисует ее на полтона выше. Соответственно, картинка уже как бы видоизменяется. Глазу это может быть и незаметно, да? Только если сравнивать их прям очень досконально. Однако, если мы вот эту картинку возьмем и разложим на двоичный код, то есть единицы и нули, то даже вот такое небольшое изменение цвета, оно приведет к абсолютно разным результатам в двоичном коде. После чего мы вот этот двоичный код в виде единиц и нулей, огромного массива, мы его приводим с помощью хэш-функции к одному единому машиночитабельному значению. Иными словами, вот эта картинка вот этого телефона может быть переведена, например, в 64-значный машиночитабельный хэш. Что такое хэш-функция, я хочу сразу тебе сказать на всякий случай. Вот смотри, есть у нас, например, Иванов Иван Иванович, 1991 года рождения, город Москва. А есть у нас Петр Петрович Себастьян Закорлюдский какой-нибудь, 1989 года рождения, проживающий в городе Усть-Кузьминске. То есть первое значение у нас вот такое по длине, второе значение у нас вот такое по длине. И нам, машинкам, неудобно читать такие значения. Поэтому мы применяем хэш-функцию, которая из этого значения, из Иванова Ивана Ивановича, сделает, например, 12-значный код. И из второго человека сделает тоже 12-значный код. Вот это называется хэш-функцией. Точно такая же хэш-функция используется во всех наших отпечатках. Соответственно, когда мы вот эту картинку перевели в двоичный код, а затем привели ее к хэш-функции, вот это и является нашим отпечатком. Что можно сказать по вот этой картинке? По этой картинке можно сказать, какой операционной системой ты пользуешься, каким браузером ты пользуешься. Соответственно, если ты, например, пользователь Mac, может быть тебе предложить аксессуары для Mac, да? Если ты пользователь Windows, может быть тебе предложить дополнительный софт для Windows. Дальше. Благодаря такого рода отпечаткам, есть возможность отследить пользователя там, где он находится. Вот, к примеру, пользователь ходит у тебя по сайту Amazon. Он там даже не зарегистрирован. Он просто посещает сайт Amazon. Но в зависимости от того, как хорошо мы за ним можем последить, мы можем извлечь его интересы, и затем эти же интересы предлагать ему на том же сайте Facebook в виде рекламы, на том же сайте ВКонтакте, Одноклассники, где угодно мы можем это предлагать. Соответственно, вот он, рынок людей. Безусловно, отпечатки используются также и в идентификации плохих пользователей. Дело в том, что у нас, наших отпечатков, их довольно много. У нас, если взять именно чистых отпечатков, у нас их на данный момент 16 штук. Производных, какого рода, либо рода комбинированных, их намного больше. Но вот эти 16 отпечатков, если, например, ты сделал в интернете что-то плохое, то стэк, а именно набор из этих 16 отпечатков, тоже будет преобразован в свою хэш-функцию. Набор из этих отпечатков, либо хэш-функции этого отпечатка будут помечены как потенциально опасные. Если ты сделал плохо на одном сайте, то второй раз на этом сайте ты уже плохо сделать не сможешь. Тебе система запретит плохо сделать. И плюс еще, она запретит тебе делать плохо на других сайтах. Это, собственно говоря, то, против чего борются сейчас кардеры, борются различного рода мошенники. Но также, знаешь, борются и обычные люди, как ни странно, которые не хотят, чтобы за ними следили. Поэтому все отпечатки, которые мы имеем на данный момент, они призваны для того, чтобы следить за пользователем, для того, чтобы его продавать, для того, чтобы от этого пользователя в случае мошенничества защищаться. И эти отпечатки, они были не созданы специально. Это не какие-то специальные системы слежения. И всегда отпечатки являются только лишь производными. И во всех этих отпечатках виноваты технологии. Технологии, которые предоставляются нам интернет-браузерам. Дмитрий, зачем людям нужна подмена отпечатков? И где чаще всего она используется? При работе с арбитражем, букмекерами? Где еще? В каких сферах это может быть использовано для заработка денег? Сергей, вопрос заработка денег, наверное, является самым животрепещущим для пользователей. То есть всем интересно, как заработать, как сидеть дома и поднять бабла. Но я бы не хотел тебя на эту тему консультировать и не хотел бы вводить пользователей в заблуждение. Дело в том, что здесь очень тонкая, но в то же время и четкая грань, когда пользователь балансирует на острие того, что можно и того, что нельзя. Вот буквально полшага в одну сторону и ты уже нарушаешь закон, например. Но в то же время компании, большие корпорации, крупные, маленькие корпорации, они тоже пытаются этот закон нарушить. Они пытаются, каждый действует в рамках того, что ему выгодно. Есть довольно большое количество людей, которые используют подмену отпечатков и используют их абсолютно в нормальных целях, абсолютно в законных целях. Вот, например, ты знал, что сайт, к примеру, возьмем сайт Booking, он дает разные цены владельцам устройств Apple и владельцам устройств всех остальных. Да. Он дает разные цены. Плюс ко всему, одному пользователю, например, приведу пример хороший. В 2019 год мне посчастливилось отдыхать на одном из китайских островов, остров Хайнань. И у меня была проблема, я не мог найти довольно-таки хорошие отели, потому что отели есть, но во всех них есть что-то, что меня не устраивало. Я не мог ничего сделать с этим, увы. А поездка уже запланирована. Однако, когда я воспользовался тем же сайтом Booking и зашел, например, не с украинского IP-адреса, а с IP-адреса Лондона, мне открылись уже другие отели. Мне открылся, например, замечательный отель Park Hayat, который был недоступен для бронирования с территории Украины, недоступен для бронирования с территории России. Почему? Вроде бы какая-то националистическая политика, да? Но в то же время, например, отель так ориентирован. Там нет русскоговорящего персонала, нет украиноговорящего персонала. Ну вот ему так хочется. Ему ближе принимать людей из Европы, чем людей, например, из стран бывшего СНГ. И таких примеров довольно много. Такие примеры есть при бронировании машин, при бронировании гостиниц, при различного рода акциях, например. Если ты хочешь играть, ты, например, занимаешься гемблингом, ты любишь ставки, да? То, когда ты зарегистируешься, например, с Украины, тебе приветственный бонус никакой не дадут. А тебе бы хотелось получить. Да, все мы любим халяву. Когда ты регистрируешься с Великобританией, ты получаешь хороший бонус. А когда ты регистрируешься со Швецией, например, то ты получаешь еще больший бонус. Но фактически, можно ли такого человека осудить за то, что он просто использует, скажем так, эту систему в себе во благо? Опять же, возвращаемся к тем же самым серверам линейки. Там тоже я использовал вроде бы во благо, да? Ты немного обошел правила, но ты получил, что ты хотел, но в то же время ты никому не навредил. Система как захотела заработать на тебе деньги, так она и заработала деньги. Но ты из этой системы, ты выбрал скидку, например. Точно и с интернет-магазинами и так далее. А сфера, которая связана уже с, например, арбитражем трафика. Ну, если тебе компания предлагает как новому клиенту купон на трафик, например, ты можешь его получить и использовать. Отлично, отлично. Но второй раз тебе уже такой купон не дадут, потому что мы уже тебя приглашали, мы уже тебе конфетку дали. Больше мы тебе конфетку не дадим. А ты берешь, личность поменял, все, ты уже новый человек, соответственно, тебе опять дадут эту конфетку. И все равно компания на тебе заработает. Чуть меньше, но заработает. Поэтому здесь является такого рода симбиозом. Корпорации хотят, чтобы ты принес как можно больше денег, а они понесли как можно меньше потерь. А ты, соответственно, хочешь получить как можно больше, при этом потеряв как можно меньше. Поэтому сфера подмены отпечатков, я считаю, что является на данный момент чуть ли не must-have вообще для всех пользователей, которые проводят какие-либо действия в сети интернет. Какие виды браузерных отпечатков самые сложные с точки зрения подмены? И возможно ли подменить все отпечатки на 100%? Сергей, наверное, самым сложным с точки зрения подмены отпечаткам является любой. Как ни странно. Дело в том, что отпечатки... Вот, помнишь, я тебе говорил про Иванова Иван Ивановича? Мы его привели к одному единому хэшу. То есть вот к такому значению в 12 символов, например. Соответственно, если мы будем проводить параллель с отпечатками, у нас есть Иванов Иван Иванович, Сидор Сидорович Сидоров, Петр Петрович Петров и так далее. То есть это, в принципе, фамилии. Имена, фамилии, которые мы все равно будем встречать так или иначе. Но если мы возьмем и вместо этого Иванова Ивана Ивановича, воспользуемся фильмом «Идентификация Борной», у нас будет там Лутфан Ахтуш какой-нибудь. Ну, этот отпечаток будет уникальным. Вот этот наш код будет уникальным. А теперь я перевожу это все в плоскость отпечатков. Дело в том, что все наши отпечатки, которые мы имеем на данный момент на компьютерах, они уникальными не являются. Это миф. Все отпечатки, которые у нас есть, они являются следствием обработки информации на наших устройствах. Иными словами, у тебя на данный момент могут быть точно такие же отпечатки в браузере, как и у меня. Если не все, но часть их. И у другого человека, и у третьего человека. Пусть не все будут совпадать, пусть один совпадет. Но это факт. Миф о том, что отпечатки являются уникальными, он родился благодаря сайту Browser Leaks. Дело в том, что на сайте Browser Leaks умные ребята, его владельцы, прикрепили счетчик. Счетчик, показывающий уникальность отпечатка канваса. Это тот, про графику, когда мы говорили, когда мы говорили про телефон. Вот это отпечаток канваса у нас называется. Так вот, эти умные ребята прикрутили счетчик, который показывал уникальность этого отпечатка. Но точно такой же счетчик можно прикрепить к абсолютно любому другому отпечатку. Он просто не был там прикручен. Мы можем точно так же понять отпечаток обработки, если канвас 2D графика, то мы можем понять уникальность отпечатка обработки 3D графики, то есть WebGL. Мы можем понять уникальность отпечатка аудио и так далее. Уникальных отпечатков их не существует. Соответственно, все отпечатки, они сложны в подмене. Но сложны не просто в самой подмене, потому что, опять же, Иванова Иван Ивановича заменить на Фома Ахтуш, или как он был там написан, довольно просто. Но заменить вот этого Иванова Ивана Ивановича, заменить то, как на твоем компьютере будет обработана графика, заменить ее на то, чтобы она была видна, как будто обработана на другом компьютере, вот в этом является самая большая сложность. И самое большое заблуждение пользователей. Дело в том, что есть один из таких терминов, который изобрел я, называется этот термин «принцип балаклавы». Что это за принцип? Представь себе, что ты идешь по улице и хочешь остаться анонимным. Ты взял отдел на себя балаклавом. Вроде бы ты являешься анонимным, да, то есть никто не знает, никто не знает, кто ты. Но все будут видеть, вон смотри, пошел дебил в балаклаве. Тебя не пустят в банк, тебя не пустят в ресторан, тебя не пустят нигде. Ты остаешься анонимным, но в то же время все знают, где ты находишься. Иными словами, принцип балаклавы – это попытка соблюсти средства анонимизации, но приводящие к дополнительной уникализации пользователей. Точно так же и при использовании различного рода систем антидетекта. Когда человек пытается достичь 100% уникальных отпечатков, поменять полностью все, он фактически одевает себе на голову эту балаклаву. И вроде бы все хорошо, но все хорошо только лишь в разрезе сайтов, на которые эти отпечатки проверяют, которые могут показать. Вот смотри, у тебя отпечаточек поменялся, все, все хорошо, работай дальше. Ну а, конечно же, антифродсистема такого человека в большинстве случаев не пропустит. Потому что мы возьмем тот же самый Amazon. Amazon имеет ежемесячно около 500 миллионов хостов, то есть 500 миллионов визитов. Если среди этих 500 миллионов визитов появляется какой-то один уникальный человек, ну антифродсистема к нему отнесется очень плохо. Дмитрий, можешь, пожалуйста, рассказать, что такое антидетект-система и как устроен принцип ее работы? Конечно. Антидетект, как можно понять из названия, состоит из двух слов. Анти против детект. Обнаружение. Анти детект. Что это такое? Системы антидетекта, они применяются для как раз подмены личности, подмены нашей цифровой личности, подмены отпечатков. И их существует на данный момент огромное количество, фактически. Есть возможность, например, взять и превратить самый обычный браузер в такого своего рода антидетект. Есть возможность использовать для этого виртуальную машину. Есть возможность для этого использовать различного рода специально разработанные браузеры. То есть рынок сам продиктовал то, что он хочет. Есть решения бесплатные, есть решения платные, есть решения надежные, хорошие, есть плохие. Но суть этих решений всегда сводится к одному. Это к попытке создания новой личности, нового пользователя. Вот что такое система антидетекта. Они позволяют нам изменить нашу личность на совершенно новую. Дмитрий, ты много лет изучаешь вопросы, связанные с антифрод-системами и методами уникализации пользователей. Удалось ли тебе создать универсальное антидетект решение на все случаи жизни, которых нет в твоих конкурентов, так и на Западе, так и в России? Сергей, ответ и да, и нет. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я хотел бы изначально перейти в историю продукта. Вот у меня сейчас есть свой продукт антидетект. Но он появился далеко не сразу. Дело было еще в далеком 2016 году. В 2016 году рынок как таковых систем антидетекта был представлен всего-навсего двумя продуктами. Один из них стоил 5000 долларов и был просто неподъемным для пользователей многих. Другой из них стоил чуть больше 1000 долларов и был тоже не очень дешевым, скажем так. Ну и самое главное, что он практически не работал. Пользователям нужно было решение. Пользователи хотели чего-то. Тогда самым популярным в 2016 году стали решения, в которых использовались браузер Mozilla, Firefox Mozilla, и различного рода плагины. Плагины, экстеншнсы, дополнения, которые позволяли нам изменять те же самые отпечатки. Отпечаток Canvas, отпечаток WebGL и так далее. То есть фактически ты просто взял браузер, наставил на него кучу плагинов и пошел работать. И это работало. Ты удивишься, но действительно это работало. В 2016 год не нужно было платить за антидетекты, потому что даже такая простая система позволяла людям делать, что они хотели. Однако время шло, системы модернизировались. И в 2017 году, конечно, уже это была схема с различного рода плагинами. Она была уже не работоспособна. Ну, в большинстве случаев, скажем так. Оставались все равно конторы, которые ее пропускали и так далее. Но уже с тем же самым букингом ты уже не поработаешь никаким образом. Поэтому на рынок начали выходить различного рода антидетект решения. Так называемые антидетект браузеры. Что представляет из себя антидетект браузер? Антидетект браузер представляет из себя кастомный браузер. То есть созданный на основе, например, исходного кода хрома или исходного кода Mozilla Firefox. Соответственно, берется исходный код. В нем ищут функции, которые отвечают за обработку графики, обработку звука, например. Обработку шрифтов. И модернизируют их. Как модернизируют, я сейчас расскажу. После чего это все упаковывается в единый файл. К этому файлу цепляется система лицензирования. И вот уже продукт готов. Этот продукт можно продавать. То есть антидетект браузеры. Это фактически тот же самый Mozilla Firefox, например, с плагинами. Просто плагины у тебя не отдельно, а плагины как бы у тебя встроены и все красиво. То есть это браузер и интерфейс. Вот что такое антидетект браузер. Точно такой же браузер был и у меня. Тогда действительно была война между разработчиками. Кто быстрее сделает продукт, который подменяет полностью все. И в мае 2017 года у меня появился такой продукт на базе того же самого Firefox. Я поступил точно так же, как поступают все даже на данный момент. Я взял исходный код Firefox, добавил к нему интерфейс. Добавил в этот интерфейс возможность управления отпечатками. Все, продукт готов. Единственное, что я не добавлял туда систему лицензирования, потому что продукт изначально был абсолютно бесплатным. Я его распространял бесплатно. Любой человек мог его скачать и пользоваться. Но на этом продукте можно было действительно сделать как минимум хорошие деньги, потому что можно было в этот продукт добавить рекламу. Можно было этот продукт персонализировать под какого-то человека, под компанию и так далее. Но я, когда уже продукт был полностью готов, я понял, что этот продукт является не более чем самым обычным фейком. Чистый фейк проект. Почему? Ты уже знаешь почему. Потому что в прошлом вопросе я уже отвечал по поводу уникальности этих отпечатков. Иными словами, создавая такой браузер, есть возможность продать пользователям, который где-то что-то слышал, что надо менять какие-то отпечатки и знает сайты, где их менять. Он вроде бы переходит на сайт. О, отпечаток поменялся. Все, классный продукт. Беру. Плачу 49 долларов 95 центов в месяц, например. Классно? Классно. Идеальная схема. Но, поскольку я из всех разработчиков, практически из всех, кроме меня только еще разработчики браузера Indigo, я не скрываю свои личности, да, то есть у меня есть официальные предприятия работающие, у меня, я участвую на конференциях, то есть я свои личности никогда не скрывал. То, создавая такой браузер, я бы мог фактически, наверное, поставить крест на всей своей дальнейшей карьере в любой из компаний, с которой я сотрудничаю на данный момент. Да и в принципе в профессиональном сообществе тоже. Дело в том, что как можно являться специалистом в сфере антифрода и продавать откровенный скам? То есть фактически это обман. Это просто-напросто фейк. В связи с чем, было вновь принято решение с браузера опуститься на уровень ниже, на уровень операционной системы. Операционную систему, как таковую на хостовом компьютере, было трогать довольно сложно, поэтому я перешел в сферу виртуальных машин. И были попытки создать виртуальную машину, которая работала бы одновременно и на гипервизоре VirtualBox, и на VMware, и на Parallels, и на Quemu. То есть везде. Хотелось создать такой один единый образ. Однако, в силу различного рода ограничений, накладываемых на меня в первую очередь системами виртуализации, правильнее сказать гипервизорами, сделать этот проект не получилось. И вообще фактически, наверное, невозможно, я бы так сказал. Поэтому мне пришлось в браузер, операционная система, опуститься еще на нижний уровень, на самый нижний уровень. Это виртуализация, собственно говоря, самого железа. Когда я подумал, какие у меня есть варианты, я взял гипервизор VirtualBox. Взял его исходный код. Он есть на самом сайте VirtualBox. Я взял этот исходный код. Сначала собрал VirtualBox. Потом заменил в нем оборудование. С стандартного VirtualBox на реальное. Затем я попытался защитить эту систему от детекта виртуализации. Затем уже начал добавлять функционал. Затем уже начал добавлять фишки, которые присущи к антидетекту и так далее. И фактически, как я и говорил в самом начале, цель любой системы антидетекта, это не подмена отпечатков, а их правильная подмена. Это просто создание новой личности. Здесь не используются какие-то секретные инопланетные технологии. Здесь нет такого ничего. Просто создай новую личность. Соответственно, я сделал так, что когда ты пользуешься моим антидетектом, создаешь новую виртуальную личность, она создается как реальная. И тебе не нужно использовать какой-то мудреный браузер. Ты можешь использовать любой браузер. Хочешь интернет-эксплорер, хочешь Edge, Firefox, Opera, Chrome, Thunderbird, C-Monkey, Epiphanie. Кого хочешь использовать. Вот, собственно говоря, в чем такая, скажем, основная цель моего проекта. Однако я должен сказать, что, конечно же, мой проект еще очень-очень-очень далек от совершенства в контексте твоего вопроса. Самым-самым лучшим решением, да? Вот. И, конечно, предстоит огромное количество работы над этим проектом. Плюс, если есть, например, работа, которую ты должен выполнить, вот ты сейчас оцениваешь вот этот вот масштаб, то благодаря тому, что технологии идут вперед, то эта работа у тебя постоянно увеличивается, увеличивается, увеличивается. Тебе нужно делать больше, 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 больше. А когда ты делаешь еще больше, то то, что ты сделал раньше, оно могло просто-напросто взять и устареть. И тебе нужно делать это все заново. Поэтому я бы так сказал, что сделать идеальный антидетект технически невозможно. Это всегда будет борьба. Борьба тех, кто хочет оставаться анонимным, и тех, кто предоставляет такие услуги, и тех, кто хочет эту анонимность раскрыть. Существует... Решение. Сергей, ну, на данный момент есть всего-навсего два направления. Первое направление – это направление антидетекта, который основан на гипервизоре, то есть на виртуальном машине. Среди таких антидетектов есть всего один антидетект мой. У него есть платная версия, есть бесплатная. Я продвигаю именно бесплатную версию, каждый человек может ее скачать, есть инструкция полная к ней и сидеть ее использовать. Других антидетектов на базе гипервизора, кроме моего продукта, их нет. Есть вторая категория – это антидетект браузеры. В антидетект браузерах сейчас огромное количество продуктов представлено. А я, кстати, если тебе будет интересно, я создал в Телеграме чат мультиак-партии. В этом чате любой человек может подключиться и обсуждать любой антидетект, который он захочет. На данный момент у нас в шапке этого чата закреплены все существующие на данный момент популярные антидетект решения. То есть любой человек, пользователь, например, Indigo, пользователь чей браузера, может прийти и обсуждать, рассказывать про свои успехи, про свои неудачи и так далее. Вот, собственно, для этого чат и создан. Вообще по себе, наверное, я бы среди антидетект всех существующих антидетект браузеров, которые есть, я бы выделил, наверное, два топовых. Это Indigo браузер и Че браузер. Опять же, почему я считаю их топовыми? Я считаю их топовыми только на основании именно отзывов от людей. То есть то, что люди обсуждают в чате, то, что они говорят. Вот это, наверное, самые такие топовые решения среди антидетект браузеров. Был еще проект такой под названием Linking Sphere. Он или сейчас присутствует, он и сейчас существует. Вот, однако, все больше и больше, насколько я вижу, людей от него отказываются. У проекта сейчас трудности, трудности технического характера. Поэтому, наверное, в этот рейтинг он не попадет. И вот на его место сейчас пришли браузеры Indigo и браузер Че. Но это именно профильные антидетект системы. Есть еще системы непрофильные. Есть системы, которые, например, тот же самый браузер Firefox, про который мы уже с тобой говорили. Есть пользователи, которые не хотят платить за антидетекты. Ну вот не хочется ему платить, не хочется ему платить там какие-нибудь там, сколько самый дешевый антидетект, 30 долларов в месяц стоит. Ему не хочется платить. Он хочет бесплатное решение. Вот, бесплатных антидетектов есть, например, мой антидетект, полностью бесплатная сборка. Вот, или есть, например, тот же самый Firefox, в который можно наставить дополнительное расширение. Однако, пользователи часто идут по неправильному пути и пытаются наставить в свой браузер как можно, как можно, как можно больше расширений. Знаешь, на что это похоже? Видел когда-нибудь тюнингованную копейку? Жигули. Вот примерно вот такое уродище получается и у них. Они наставят себе максимум-максимум расширений. Браузер просто выглядит как новогодняя елка, весь в иконках. Вот, работать с таким браузером, конечно же, не представляется возможным. Но происходит это не потому, что пользователи плохие, а происходит это потому, что пользователи не совсем правильно ориентируются, опять же, вот в той же самой сфере подмены отпечатков. Опять же, антидетект, представь себе, что любой антидетект это оружие. Вот просто это пистолет. Вот продают пистолет я, например, продают пистолет Индиго, продают пистолет Че, например. Они продают пистолеты, все. То есть, с этого пистолета, да, можно убивать людей. С этого пистолета можно заниматься стендовой стрельбой. С этого пистолета можно просто развлекаться, палить по банкам. вот но когда ты такой пистолет покупаешь ты уже как бы как минимум тратишь деньги на то что ты хотя бы представляешь как это работает в бесплатном случае это будет очень похоже на как будто ты ну вот знаешь видел в ютубе где обезьяна с калашниковым бегает вот примерно вот что-то такого плана делают и пользователи с браузером firefox с этими плагинами то есть они пытаются этим пистолетом колоть орехи они пытаются им чистить в ушах и так далее вот но опять же все это по незнанию и незнание это дело в том что это незнание большинством разработчиков еще и поощряется фактически если вот ты сейчас захочешь найти какую-нибудь информацию по поводу того тех же самых отпечатков ты ее не найдешь нормально грамотно есть статьи есть эти например я очень уважаю такого человека которого зовут валентин васильев создатель проекта фингер принтер с отличный человек профессионал своего дела действительно он рассказывает хорошо грамотно но увы насколько я знаю на данный момент его лекции уже нет были выступления на конференциях парочку но и все на этом все как бы закончилось человек работает человек работает и создал такой продукт которым пользуется мастеркард им пользуется american экспресс множество различного рода в крупных корпораций пользуются этим продуктом обычный самый обычный человек со знаниями но он пойдет что-то сейчас рассказывать нет не пойдет ему это не интересно а точно также разработчики антидетект браузеров например они пойдут рассказывать ну нет я знаешь может быть ты видел где-нибудь рассказывают они я нет я видел вот от создателя опять же того же вернусь к индиго мультилогин от них были парочка видео уроков ютюбе где они рассказывали пытались рассказать вот но что-то если ошибаюсь вышло всего два урока и на этом все поэтому незнание в данном случае является такой вуалью и чем больше человек не знает тем проще ему продать какой-либо продукт либо же продать ему какую-нибудь услугу либо может продать ему комбинацию железа какой-нибудь я не знаю за который он будет платить там три доллара за то чтобы ее использовать и будет радоваться и будет рады счастлив поэтому я бы так сказал что для того чтобы использовать те же самые расширения firefox и получить сделать себе самому такой антидетект необходимо ну хотя бы немного хотя бы немного разбираться как вот этот вот пистолет он стреляет не чистить им уши не ковыряться им в носу иначе ну толку с этого никакого не будет по этому поводу кстати вот возможно немного себя прорекламирую меня сейчас начался цикл из 50 статей посвященным как раз системам антифрода то есть как как работать из чего состоят отпечатки почему например большинство пользователей сейчас в интернете они основываются и работают с мифами они фактически сами выдумали реальность себе эту реальность распространять между друг другом и это такая такой небольшой мир где отпечатки должны быть уникальными где в общем не будем сейчас во все эти мифы уходить в принципе это можно быть найти на моем telegram канале в чате точно так же и так далее вот поэтому завершая ответ на твой вопрос я скажу что есть бесплатный антидетект на основе виртуальной машины это мой есть антидетект браузеры может быть даже какие-то из них есть бесплатные есть решение с фарфоксом где можно поставить самому себе плагины но во всех случаях какой бы вариант и не бы не выбрал тебе нужно понимать что находится у тебя в руках и как этим пользоваться тест пафиша можно ли считать эталоном тестирования по подмене отпечатков если прошел тест значит удалось подменить всевозможные отпечатки или это не совсем так давайте посмотрим как себя поведет обычная абсолютно операционная система виртуальная против теста пафиш мы же кстати хотелось бы еще сказать мы же еще и установили гостевые дополнения для того чтобы можно было хорошо использовать и удобно было использовать нашу систему и так как вы видите я сейчас листаю снизу вверх все тесты кроме трех у нас пройдены из этих трех тестов на которых которые у нас видны как трейсет первый тест это размер винчестера размер винчестера скажу сразу я не изменял даже для презентации он составляет 31 с половиной гигабайта если кому будет интересно кто-то может изменить этот размер вручную вот для того чтобы этого этого вида детекта у него не было если это неинтересно можете оставить потому что сайты в любом случае не увидят размер вашего винчестера это первое и второе та ошибка которая бывает очень часто на даже обычных компьютерах это ошибка синхронизации процессора нет сергей это не совсем так дело в том что тест пафиша он не определяет отпечатки он определяет лишь наличие использования виртуальной машины это во первых а вот то есть например то же самый тест пафиша ты не запустишь внутри антидетект какого-нибудь браузера типа чей или indigo да ты его можешь запустить только например внутри официального и виртуальной машины либо внутри моего антидетекта по сути вообще на тему скрытия виртуальной машины да то есть то что проверяет пафиш есть довольно большое количество тестов это пафиш машина иди алькасер алькасер кстати считаю наверно самым авторитетным среди них но от себя хочу сказать что возможность скрытия виртуальной машины является наверное самым сложным процессом с которым я сталкивался за всю свою жизнь и это действительно сложно но сложность даже не в том чтобы ее скрыть а сложность в том чтобы ее скрыть универсально дело в том что на некоторой аппаратной части технически скрыть виртуальную машину просто невозможно все равно есть пути ее обнаружения как бы ты не пытался ее скрыть каким какие бы технологии ты не применял но есть такая возможность увы она присутствует поэтому я бы так сказал что в моем продукте я подошел с более популярной точки зрения и прохождение самых популярных тестов вот но в то же время я всегда указываю что возможность детекта виртуальной машины все равно присутствует на форуме виртуал бокса есть человек под именем сократ это человек работающий в компании ораку и непосредственно работ сотрудничающий с командой разработчиков проекта виртуал бокс так вот этот человек тоже высказывал свое мнение по по поводу скрытия виртуальной машины и он точно также подтверждает мое мнение что виртуальную машину скрыть возможно но только лишь на довольно специфическом железе во всех остальных случаях лазейки по определению этой виртуальной машины все равно будут и максимально чего мы можем достичь это завуалировать показатели которые могут являться следствием использования виртуальной машины иными словами например мы можем 18 нам к примеру по простому тебе скажу есть у нас 100 показателей которые определяет использование виртуальной машины если мы не скроем не один verteu на 100 процентов используем виртуалrones если мы скроем 80 20 процентов использования виртуалки если мы скроем 90 9 значит нас остается один процент того что мы используем виртуальную машину плохо это или нет Я скажу так, что всегда является тот или иной показатель несущественным. Всегда работают не части системы в отдельности, а система частей. Иными словами, если у тебя все хорошо с твоим аккаунтом, например, ты в казино играешь, если у тебя с твоим аккаунтом все хорошо, все классно, нет никаких проблем, то, соответственно, даже если определят 1% вероятность использования виртуальной машины, она никаким образом не сыграет тебе плохую роль. Дело в том, что смотри, как происходит вообще формирование разрешения на действие. Вот представь себе, ты совершаешь, например, взяли мы казино, хорошо, ты играешь в какое-нибудь онлайн казино, установил клиент казино, например, в виртуальную машину. И в этой виртуальной машине ты, например, нажал на кнопку вывод денег. Что происходит дальше? Дальше. Никакой там не человек, никакой там не дядечка в очках не анализирует тебя, нет. Это все делают роботы. Они просто берут и формируют рейтинг риска твоего действия. Соответственно, берется, например, с карточки ты заплатил с хорошей, карточка соответствует твоей стране, не приходил ли на карточку рефаунд, с какими столами ты играл, в какие игры ты играл, используешь ты, например, ту же самую виртуальную машину и на какую карточку ты хочешь вывести, на карточку, с которой я платил или на карточку на какую-нибудь левую. Это я образно так говорю. И если у тебя хороши все параметры, например, один из них плохой, тебя все равно пропустят. Именными словами формируется рейтинг от 0 до 100. Когда ты находишься в границах, например, от 0 до 30, то тебе разрешается делать все. От 30 до 50, то ты можешь уже попасть под ограничения от 50 до 100. Твой аккаунт ограничен, отправлен в службу техподдержки, разбирайся с ними. Вот так вот работает фактически любая антифродсистема. Иными словами, мы можем допускать погрешности. Мы можем допускать погрешности в наших отпечатках. Мы можем допускать погрешности в детекте виртуальной машины. Главное, чтобы этих погрешностей было немного. И если их немного, мы находимся в зеленой зоне и все равно работать сможем в любом случае. Дмитрий, а какую антидетект-систему ты считаешь вообще лучшей, на твой взгляд? Сергей, знаешь, наверное, самой лучшей системой, на мой взгляд, является та система, которую ты сделал сам. Это понятно, да? Есть такое выражение, что хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Но в этом выражении, касательно антидетекта, всегда есть проблемы. Проблема заключается в том, что ты можешь что-то сделать сам, но если у тебя нет знаний, если у тебя нет понимания, как работает антифродсистема, ты ничего сам не сможешь сделать. Правильно? Правильно. Вот, поэтому ты, например, никогда не сможешь, если ты захотел есть, да, пойди сделай сам. Ты сделаешь себе бутерброд, но у тебя не получится блюдо мишленовского повара. Никаким образом. Вот, это опыт, это знание. Но, среди всех присутствующих на данный момент на рынке решений, ну и вообще, среди, наверное, всех технологий, я бы, ты знаешь, выделил две. Две. Первая технология – это MacBook. Да, самый обычный MacBook. Дело в том, что, знаешь ли ты, что у тех же самых Mac'ов отпечатки фактически одинаковые? Не знал об этом. Так и есть. Так и есть. По этому поводу еще в 2017 году я записывал видео. По сравнению отпечатков я брал три разных Mac'а. Вот, MacBook Air, MacBook, не, поточнее, просто MacBook, MacBook Pro низшей категории и MacBook Pro высшей категории. Отпечатки абсолютно одинаковые у всех трех устройств. Но с Mac'ами есть действительно система взаимодействия. Система взаимодействия какого рода? Mac можно превратить в антидетект путем самой банальной переустановки Mac OS. Ты переустановил Mac OS, вот тебе новая личность. Все. Вот самый, наверное, я бы выделил, знаешь, самый технологически правильный антидетект. И при том, что ты можешь это сделать сам. Да, это, конечно, будет стоить денег. Тебе, как минимум, нужно такое устройство купить. И, да, есть еще поправки. Не против всех сервисов это тебе поможет. Тебе не поможет против сервисов Apple, сразу предупреждаю, не поможет против сервисов Microsoft. Но большинство всех сервисов, против которых мы работаем, будет к тебе относиться абсолютно лояльно. Соответственно, самый простой антидетект, который будет актуален, который ты можешь использовать и заотносить на умеренные деньги. Вторым я бы выделил, наверное, антидетект на основе Android устройств. Однако, я хочу сразу предупредить всех, кто сейчас побежит искать информацию, как сделать свое Android устройство таким вот хорошим. Антидетект на Android, я считаю, наверное, одним из самых технологических, наверное, на второй ступени, на втором месте после MacBook, по технологической правильности именно. Но, сразу предупреждаю, что на рынке огромнейшее количество сейчас появилось шарлатанов, которые пытаются предоставить различного рода суперпрограммное обеспечение по изменению всех показателей и так далее. Берут за это большие деньги, но, по сути, получается у человека, как я и говорил, тюнингованная копейка и ничего больше. Есть вариант сделать себе действительно антидетект на основе Android, но, увы, здесь подойдет не каждый телефон. Потому что мы антидетект на основе Android можем разделить на две части. Работу с браузером и работу с локальным программным обеспечением. То есть, при работе с браузером, да, мы можем использовать фактически любой телефон для настройки, но при работе с локальным программным обеспечением, нам все равно, как ни крути, придется прибегнуть к изменению наших аппаратных идентификаторов. Поэтому антидетект на основе Android я бы отнес к специфическим, к чрезвычайно эффективным, но специфическим. Потому что, по моему мнению и по моему опыту работы, я скажу так, что у меня получилось реализовать действительно грамотный, качественный антидетект только на телефоне Google Nexus 6P. Телефон довольно старенький. И, конечно, современные, например, Xiaomi и так далее, они не очень подойдут для этой цели. Но, в принципе, если человек работает, например, просто с браузером, то это сделать можно. Как только он установит приложение, уже здесь будет проблема. Поэтому антидетект на основе Android, я бы сказал, я бы отнес его к антидетектам для ботаников. То есть, для человека, которому действительно это интересно, вот он готов платить, скажем так, своим временем за качество. Потому что для того, чтобы сделать каждую новую личность, например, как делал я, брался телефон на базе Android, в него подключал OTG кабель. Соответственно, одна часть кабеля идет в розетку для того, чтобы питать телефон. Вторая часть кабеля подключается к внешнему винчестеру. На сам Android ставится система recovery, TWRP, мультиром. Она позволяет иметь на телефоне фактически неограниченное количество операционных систем. На внешнем винчестере у меня есть сборник из 10 различных операционных архивов. То есть, когда ты захотел сделать новую личность, запускаешься в режим recovery, выбираешь операционную систему, установить как дополнительную, она у тебя устанавливается, у тебя, бац, новая личность. Все. Она хранится на этом же винчестере. То есть, ты можешь переключаться между этими личностями, удалять их, создавать новые и так далее, как тебе угодно. И не проводить проксификацию на самом телефоне, конечно же, проводить проксификацию на роутере. Таким образом, ты по Wi-Fi подключаешься к роутеру, который уже меняет твой IP. Вот фактически идеальный вариант. Здесь, опять же, для тех пользователей, которые сейчас послушают это интервью и побегут все покупать самостоятельно, я вас сразу предупреждаю, не делайте этого. Этот вариант только лишь для ботаников, потому что шансы превратить телефон в кирпич огромное количество. Мультиром, система ТВРП, мультиром является очень нестабильной в работе. Поэтому у вас уйдет очень много времени для того, чтобы до того момента, как вы сможете сделать какие-либо, скажем так, действия уже действительно правильные. Поэтому, почему я сказал антидетект на андроиде больше к ботаникам? Потому что обычному человеку юзабилити этого антидетекта сводится к нулю. Все. То есть ботаник сделает все. Обычный человек, он попробует пару раз, у него ни черта не получится, он плюнет на это все, скажет плохие слова в сторону вектора, и на этом все, собственно говоря, закончится. Собственно, рынок сам диктует то, что рынок сам создает предложение. Поэтому, если бы все было так просто, не появлялись бы антидетект браузеры, и они бы не брали такие хорошие деньги в месяц за свою работу. А как быть с эмуляторами андроид? Можно ли создать эффективную антидетект систему, основываясь на эмуляторах? Сергей, что мы вкладываем в понятие эффективности? Знаешь, сейчас под этим видео может быть большое количество комментариев пользователей, которые скажут, я на эмуляторе андроид, я работаю уже, работаю два года, у меня все хорошо, да? Но есть понятие эффективности. Если у человека, например, из десяти действий успешным является одно, он работает? Он работает, да. Можно сказать, что он работает, но он работает неэффективно. Эмуляторы андроида, которые есть сейчас, я бы отнес не к слову эмуляторы, а, наверное, к слову симуляторы андроида. То есть, они дают тебе возможность якобы работать с андроидом. Но на практике, скажем так, это больше симуляторы, и, конечно, я не встречал ни одной более-менее серьезной антидетект системы, с которой можно было бы работать с такого симулятора. Поэтому это решение, оно пользуется спросом, потому что оно дешевое, потому что оно пользуется, например, используется в том же самом покере в каком-нибудь там, в ставках и так далее. Вот почему оно пользуется популярностью. Но эффективность этого решения, увы, крайне низка. Дмитрий, хотел задать вопрос насчет твоей сборки. Кто ее покупает, для чего в основном ее используют и какая стоимость в долларах? Сергей, у меня в моем проекте антидетект на основе гипервизора, то есть на основе виртуальных машин, есть два варианта. Первый вариант бесплатный, второй вариант платный. Но ты, возможно, удивишься, но платного варианта не должно быть вообще. Объясню, в чем фишка. Когда я создал этот проект, я выложил исходный код на GitHub. Я сделал вебинар на портале Open Source по сбору своего антидетекта. Более того, я создал виртуальную машину, которую ты запустил в мваре, в виртуалбоксе официально. Зашел в эту виртуальную машину, нажал кнопочку «Собрать» и получил свой персональный антидетект. Все. То есть я дал пользователям максимум всего того, что сделал я. То есть я всю свою разработку полностью открыл. Пожалуйста, развивайте, меняйте, что хотите. Хотите изменить железо? Добавьте себе список железа. Хотите переписать BIOS? Измените BIOS. Делайте все, что хотите. Однако, моя вот такая вот благая цель, она абсолютно не пользовалась спросом. Увы. Увы. Рынку это не нужно. Рынку нужно нажать кнопку, и чтобы все работало. Поэтому и появились вот эти персональные сборки. Персональная сборка, знаешь, это больше у меня как услуга, наверное, по созданию. Это, я бы так сказал, люди платят мне за мое время, которое я трачу на то, что модифицирую код VirtualBox. Вот, собственно говоря, и все. У меня самый дорогой на рынке антидетект. Самый дорогой. У меня самая низкая цена сейчас, на данный момент, это 1000 долларов. Самая высокая цена это 5000 долларов. Самая низкая цена у меня для казино, для форекса. Вот, самая высокая у меня для одного специального американского браузера, который используется в сдаче онлайн-экзаменов. Вот, как ни странно. Вот. Так, в среднем где-то цена около 1800-2000 долларов, да. Вот, но я всех пользователей предупреждаю, всегда говорю об этом во всех моих чатах, в телеграм-каналах, везде. Персональная сборка – это не кнопка бабло. Знаешь, я очень много раз сталкивался с ситуацией, когда люди даже кредиты в банках брали. Человек берет кредит, чтобы купить у меня софт, он запускает этот софт, и первое, что он мне сообщает, вектор, он не запускается. У меня сразу же наступает прозрение, я понимаю, кто этот человек. Этот человек не изучил ни срочки из того материала, который я предоставляю публично. Не смотрел ни одной инструкции и так далее. Он просто, такое ощущение, что он, когда покупает софт, он думает, что он нажмет кнопку, вставит туда кошелек и все. И к нему потекли бабки. Увы, это не так. Либо есть другие люди. Они думают, что для них действительно, для многих людей в мире сейчас, да, там, голод, Африка, все плохо. Для многих людей там те же самые 2000 долларов являются очень существенными деньгами. И такие люди, например, когда их платят, они думают, что они меня покупают в рабство. Что я как потер телеграмм, и я как джин появился, тут раз, все, я за тебя поработаю, я тебе все сделаю, вот, все, господин, сиди на месте. Ты же мне заплатил деньги. Нет. Никакой антидетект так не работает. Всегда это работа. Поэтому я везде оглашаю, что персональная сборка неэффективна, если вы не научились даже работать бесплатной сборкой. Люди совершенно спокойно, вот, зайти в мои чаты посмотреть. Люди работают на бесплатных сборках, им все нравится. У них все хорошо, вот, но если человек не сможет, не смог работать на бесплатной сборке, то и платная ему ничем не поможет. Он потеряет деньги, он потеряет нервы, и все. На этом фактически будет все. Поэтому, да, есть у меня платный продукт, он продиктован рынком, продукт самый дорогой, и продукт этот предназначен в первую очередь для профессионалов, которые хотят увеличить свою эффективность. Когда мы говорили с тобой об эффективности, симулятора 1 из 10, да, вот, публичная сборка, ну, так прикинем, примерно 5-6 из 10, вот, конечно, персональные сборки это уже 9-10 из 10, вот, но все зависит, опять же, от пользователя, потому что самая большая проблема это прокладки между монитором и креслом. Дмитрий, допустим, я прихожу к тебе и плачу 10 тысяч долларов в надежде на то, что мои средства окупятся через некоторое время. Возникает вопрос, помогаешь ли ты своим клиентам заработать? Скажем, услуга под ключ, когда ты говоришь, что доведу вас до результата 20 тысяч долларов, вы вкладываете 10, получаете 20, или все же твоя деятельность заключается исключительно в технической части? А как будет зарабатывать пользователь, это уже другой вопрос. Сергей, у меня есть услуги под ключ, действительно, да, ты прав, вот, но услуги под ключ, например, флешка, телефон, ноутбук и так далее. У меня чисто идет техника, а то, о чем говоришь ты-то, обещают только один вид пользователей, инфо-цыгане, ну, инфо-цыгане, мошенники, как их по-другому не знаю назвать, вот, то есть, в принципе, да, нормально такое. Вложил 10 тысяч долларов, вытащил 20 уже, вот, не, ну, в принципе, знаешь, есть такая еще интересная притча. Пришел как-то на средин к султану и говорит, султан, спорим на 20 тысяч тенге, что я за 20 лет научу твоего осла говорить. Султан говорит, а если не научишь, тогда тебе голову с плечи. Хорошо, договорились. Султан ему дает 20 тысяч тенге и 20 лет. Говорит, через 20 лет ты должен прийти и чтобы этот осел разговаривал. На средин выходит с деньгами, довольный, рядом осел. Его спрашивают, на средин, зачем же ты это сделал? Он говорит, я осла получил, я деньги получил, а за 20 лет или я умру, или султан умрет, или осел заговорит. Вот точно так же и здесь. Поэтому вот эти вот курсы, в которых обещают какую-то прибыль, знаешь, ну, мне, у меня они укладываются в голове один момент. Хорошо, ты можешь научить кого-нибудь зарабатывать деньги, но возьми, научи своих родственников, возьми, научи своих друзей, создай из них коллектив. Да, сформируй бригаду, и эта бригада будет сидеть, зарабатывать тебе деньги, которые ты сможешь контролировать в связи со своим опытом. Но, увы, этого не хотят, значит, там все-таки есть небольшой подвох. Поэтому у меня такого никогда не было и не будет. Моя часть, она чисто техническая. Когда я готовился к интервью, мне попадались самые разные комментарии о тебе. Кто-то писал негативные отзывы без аргументов, кто-то говорил, что сборка не работает, кто-то оплатил даже круглую сумму, так писали, и ждет от тебя ответа по 2-3 месяца. Некоторые вообще обвиняют тебя в некой аффилированности к спецслужбам. Правда, важно отметить, что я находил довольно много и положительных отзывов, где тебя характеризовали как порядочного и честного человека, профессионала с большой буквы. Как сам считаешь, почему такое неоднозначное отношение к тебе в РУ сообществе и пытался ли ты вообще анализировать ситуацию? Сергей, я пытался анализировать эту ситуацию. Но дело в том, что в любом случае, когда ты работаешь с какими-либо клиентами, у тебя могут быть проблемы. Конечно, помнишь картинку про осла и про общественное мнение? Точно так же и здесь. По поводу того, что люди некоторые ждут чего-то, обвиняют меня в чем-то. Во-первых, есть проблема очень серьезная. И эта проблема связана с тем, что многих людей не научили быть взрослыми. Я тебе объясню, что это значит. Вот смотри, когда ребенок что-то хочет, он не может выразить то, что он хочет. Он что начинает? Он начинает истерить, он начинает плакать. Дело в том, что когда этот ребенок растет, он все равно остается ребенком. Он просто научился разговаривать. Но мысли все равно он не может выражать. Мы с этим сталкиваемся повсеместно. Когда люди переходят на повышенные тона, переходят на мат и так далее. То есть фактически здесь появляется точно такой же ребенок. Этот маленький ребенок, он остался на некоторое время без внимания. Ему страшно. Он не знает, как привлечь к себе внимание. Он не может вести конструктивный диалог. И поэтому он начинает плакать. Но поскольку плакать для него уже не по возрасту, скажем так. Он уже может быть 30-летним пузатым дядькой с сиськами пивными и так далее. Поэтому он просто берет и начинает уже на мат переходить, например. Он может начинать, он же уже умеет. Он может даже на форум зайти. Он даже там каку может оставить на этом форуме. Он не может. Он не сторонник. Вот фактически все люди не сторонники идти, которые пишут плохие отцы. Они не сторонники идти прямо. Они не сторонники поговорить, пообщаться. Они сторонники вот всегда. Знаешь как? Сделал каку. И все. Вот я сделал каку. Сидит довольный. Просто человека не научили быть взрослым. Это проблема коммуникации. Это проблема действительно. Она родилась не случайно. Я тебе скажу так. В 2015 году я начал официально предоставлять свои услуги. По консультации это были. Это были консультации по безопасности. Это были свои сервера и так далее. Так получилось, что от одного из украинских провайдеров у меня осталось довольно большое количество оборудования физического. И это физическое оборудование я разослал по всему миру. Чего ему стоять? Чего ему проставить? В Украине его не используешь. Вот. И соответственно, почему бы этого оборудования не сдавать в аренду, не делать на этом деньги? Абсолютно нормальный, законный, хороший бизнес. И соответственно, люди ко мне начали идти. Они не просто шли, они валили. В мае 2016 года впервые была зафиксирована очередь на мои занятия на месяц вперед. То есть люди готовы были ждать месяц, чтобы попасть на мои занятия. Максимальная очередь практически достигла двух месяцев. Практически там буквально без пары дней. И такая ситуация была в 2016-2017 году. Однако, понимаешь, есть большая проблема. Проблема называется выгорание. Представь себе, у меня в день 10-часовой рабочий день. Это мой средний рабочий день. В день 10 часов я провожу консультации. 10 часов мне нужно сидеть. Ну, мало того, что к вечеру ты просто, да, хуже шахтера, наверное, был. И эта работа, она выматывает. Она выматывает настолько, что через некоторое время в таком темпе тебе просто вообще не хочется даже ни с кем разговаривать. Но это не позиция взрослого человека. Поэтому позиция взрослого человека в данном случае является снижение количества консультаций, которые проводятся. И, соответственно, вместо 10 часов к концу 2017 года я начал работать уже 6 часов, 5-6 часов в день. То есть такой средний график. В связи с чем многие консультации приходилось сдвигать в связи с тем, что уменьшилась производительность. Плюс ко всему, когда появился еще в 2017 году браузер, тогда мне приходилось ему уделять больше времени уже. И, соответственно, страдали клиенты. Потом, опять же, браузер не получается использовать. Получается операционная система, на нее время. Потом появился антидетект. И это вообще, это просто заняло фактически все мое время. В связи с этим действительно были люди, которые были недовольны переносами, постоянными и так далее. Вот здесь я принимаю абсолютно, действительно, это моя вина. Я как бы на таком пике развития, я мог бы продолжать это все, но мне захотелось сделать довольно серьезный шаг вперед. Не являться обзорщиком чего-то программного обеспечения, а сделать свое. Потому что я на тот момент уже понимал, как сделать нужно правильно, а не просто рекламировать что-то, что-то. Вот, поэтому действительно отзывы есть, отзывы есть плохие. Я все, наверное, думаю, люди, которые даже писали эти отзывы, могут подтвердить, что я не пытался эти отзывы как-то купить, удаление их. Я не пытался слать какие-нибудь жалобы на эти отзывы. Мне, по большому счету, было, наверное, на эти отзывы не то, чтобы плевать, но они никаким образом не делали погоды в плане работы. Объясню почему. Дело в том, что эти отзывы сами по себе породили абсолютно новую антифродсистему. Да, я тебе честное слово говорю. То есть уникальная система защиты называется антидегенерат. А система антидегенерат работает следующим образом. Когда человек ищет информацию, например, о векторе, он находит хорошие отзывы, он находит плохие отзывы. И здесь вступает в силу очень интересная нейросеть, находящаяся в мозгу каждого человека. Если эта нейросеть дает результат вычисления того, что 10 плохих отзывов – это больше, чем 1000 хороших, то тогда срабатывает интересный паттерн, и человек приходит, точнее помещается в одну из специфических категорий пользователей. Он думает обо мне плохо, и он ко мне не приходит. Смотри, как все хорошо получается. Он экономит нервы мне, если он так подумал, и он экономит нервы себе. Все довольны, все счастливы. А если человек здраво умеет оценить ситуацию и понимать, что вот столько – это меньше, чем вот столько, он приходит, и все довольны, все счастливы. Поэтому по поводу отзывов – отзывы всегда делают человека лучше, если человек способен адекватно воспринимать критику. Ну а по поводу работы, например, с спецслужбами, я не буду кривить душой, у меня не просто большое, у меня огромное количество знакомых в спецслужбах. Действительно, оно огромное. И это спецслужбы абсолютно разные, это разные люди. То есть люди действительно от фактически таких, ну скажем так, низших офицерских званий до самых, действительно самых-самых высоких. И при том это люди не всегда, с которыми сталкиваешься чисто по работе, с которыми можно просто пойти попить пиво. Но есть один такой момент – лучше таким людям никогда не быть должным. И поэтому, скажем так, сотрудничество с такими людьми, не, но ты сталкиваешься всегда, ну кто скривит душой и скажет, что нет, мне спецслужбы, меня никогда не трогали, я с ними не сотрудничаю, да. Ну это глупость. Рамки сотрудничества просто разные. Например, Харьковский университет внутренних дел. Я там преподавал. Да, я этого не скрываю, действительно. Причем меня пригласили туда сами студенты. В то же время, например, на одном из первых занятий я всем студентам говорил, что вам необходимо создать свою личность, и желательно не одну. И эти личности сейчас замечательным образом существуют на большинстве теневых форумов. И более того, тебе скажу, они еще и занимают ответственные посты в администрации этих форумов. И если такое смог сделать один человек, такой как я, на базе небольшого Харьковского института, то представь себе, какие возможности у тех, кто работает, например, в Москве, в той же самой бывшей школе КГБ, сейчас школа ФСБ, да, то есть, ну или как правильно это называется, я не знаю. Вот, это я просто привожу как такой простой пример. Поэтому, по поводу того, что я, например, не являюсь сотрудником спецслужб, но если бы я ими являлся, я бы не сказал ничего другого. Одно только могу сказать, что по Украине ты не можешь стать сотрудником спецслужб, да, то есть, ну, простой же, например, патрульный полицейский не будет заниматься тем, что на форумах кого-то сидит, его дело бомжей таскать, там, например, пьяных, да, вот. А сотрудникам идти, например, в службу безопасности Украины, либо же какой-либо другой спецслужбы, не получится идти, когда ты, ну, только то, что видно тебе здесь, да, вот, я не буду сейчас снимать рубашку, не буду снимать еще шорты, вот. Так что довольно большое количество татуировок имею на теле, и они все добавляются, и даже с одной такой видимой татуировкой, как с характерной чертой приметы, тебя не пустят ни в какие спецслужбы. Поэтому, скажем так, люди хотят верить в то, что они верят. Вот, а я к спецслужбам отношения никакого не имею. Дмитрий, в теории, возможно ли создать уникальный скрипт на Python, чтобы в пару кликов подменить такие сложные отпечатки, как процессор, видеокарту, версию BIOS и так далее? Или все же нужна полноценная антидетект система? Сергей, сделать такой скрипт технически невозможно. Объясню тебе, по какой причине. Дело в том, что тот же самый идентификатор процессора, который является CPOID, либо же идентификатор нашей материнской платы, либо идентификатор BIOS, это не являются идентификаторами программными, это являются идентификаторами аппаратными. Иными словами, они находятся внутри железа, они вшиты в это железо. И никаким скриптом ты их не подменишь. Есть только одна технология, как это можно сделать. Это называется Hook. Иными словами, ты можешь написать свой драйвер, который будет выполнять функцию крючка, отслеживать все запросы, например, к тому же самому CPOID, и, соответственно, их подменять. Это можно. Такое действительно можно сделать. Есть довольно большое количество примеров, но это делается уже никак не на Python. Я повторюсь, здесь необходимо именно свой собственный драйвер. А по поводу, например, тех же самых, почему ты сказал Python, наверное, ты был на GitHub, и там довольно большое количество есть различного рода скриптов, таких самодельных. Они имеют место быть. Я тебе честно скажу, они имеют место быть, но они имеют место быть, например, когда они подменяют процессор, они подменяют только марку процессора, и все. То есть они могут подменять программные параметры. Эти скрипты, они могут быть действительно эффективны, они могут быть действительно серьезно эффективны. Например, при работе с реестром, при работе с системой лицензирования Windows. Но, опять же, они затрагивают только программные параметры. У нас есть три уровня. Первый уровень – это уровень аппаратный. Второй уровень – это уровень операционный или программный. Третий уровень – это уровень браузера. Есть еще четвертый уровень – уровень сетевой, но мы его не рассматриваем в контексте именно подмены идентификаторов. Поэтому такие скрипты имеют место быть, но только для программного уровня. А с аппаратным уровнем они ничего не сделают. Как можно удостовериться в чистоте антидетект системы при покупке в отсутствии так называемых закладок внутри? Я находил некоторые антидетект сборки на теневых форумах, но логика сразу подсказывает, что необходимо насторожиться, так как сборка может использоваться мошенниками или теми же кардерами. Как быть в такой ситуации? Увы, никак. Сергей, действительно, это правда. Увы, никак ты здесь поступить не можешь. Дело в том, что... Смотри, когда ты скачиваешь, например, используешь какой-нибудь open-source продукт, то ты можешь, в принципе, в теории, опять же, понять, что в этом продукте внутри ничего плохого нет. Но для этого необходимо время и чертова куча знаний для того, чтобы как минимум разобрать этот код. Что для реального пользователя, обычного пользователя фактически неприменимо. Но в основном мы можем столкнуться с антидетектами, которые используют систему лицензирования. Как она работает? Есть сервер лицензирования. Когда продукты запускаешь, он подключается к серверу лицензирования, передает идентификатор клиента, после чего получает от сервера ответ, можно запуститься или нет. Ну, плюс вы можете получать еще дополнительные данные какие-то для сеанса. Это практика, это мировая практика. Она используется фактически в любом программном обеспечении, которое имеет какие-либо периоды обонплаты. Поэтому нельзя сказать, что все антидетекты, которые используют систему лицензирования, они являются плохими. Нет. Просто другого варианта нет. Фактически. В теории мы, конечно, можем разобрать то, что пакет, который идет от клиента к серверу, он шифруется. И что находится в этом пакете, известно самому разработчику и только ему. Увы, то может быть все, что угодно. Поэтому скорее нужно, я бы, знаешь, как сказал в этом плане, скорее нужно доверять ответственным и не скрывающим своей личности разработчикам. Потому что придет сейчас какой-нибудь там парень, назовет себя супер антифрод специалистом, сделает свой антидетект и начнет его продавать. Да, люди действительно будут покупать. Пусть он его по одному доллару будет продавать, чтобы оправдать эту систему лицензирования. Но в то же время он будет собирать какие-либо данные с ПК. Он превратит эти ПК в Батнет. Я не знаю, что конкретно он хочет. Но такой шанс вполне вероятен. Понимаешь? И довольно часто это является действительно не теорией, а практикой. Я тебе скажу так, что вот сейчас очень популярен такой скам на различного рода, как ты говоришь, теневых форумах, предоставляют VPN-услуги. Притом эти люди появились вообще из ниоткуда. И я тебе скажу так, что у меня в 2016 году как раз один из популярных VPN-сервисов проходил обучение. А сейчас этот же VPN-сервис торгует еще и дополнительно аккаунтами. Аккаунтами соцсетей, почты и так далее. Откуда он это берет? Я не знаю. Я не могу на 100% это утверждать. Но обучался он у меня под одним никнеймом. Был и второй никнейм. Второй сейчас торгует аккаунтами, а первый успешно предоставляет VPN на коровьих кизяках. Потому что по-другому это никак не назвать. Сейчас сервисы VPN пытаются маскироваться различного рода супернелинейной криптографией, технологиями Илона Маска и так далее. Ну, в общем, такой чисто маркетинговый бред. Точно такая же ситуация и с антидетектами. Так что доверяйте известным разработчикам, доверяйте разработчикам, которые не скрывают свою личность и все будет в шоколаде. Таких разработчиков, как минимум, можно засудить. Дмитрий, в недалеком будущем, лет через пять, при нынешнем темпе развития технологий и массовом использовании бигдата, смогут ли крупные корпорации и банки побороть киберпреступность путем уникализации пользователей? То есть фингерпринтов станет в разы больше, их станет гораздо сложнее подменить, и пользователи из теневой сферы больше не смогут добиться даже 70-80% подмены отпечатков. Какие твои прогнозы? Увеличится ли количество цифровых отпечатков, скажем, до нескольких тысяч? Сергей, до нескольких тысяч я не могу так далеко смотреть. В теории, конечно же, это возможно, но на практике я бы так сказал, что крайне маловероятно. Дело в том, что у нас, как я и говорил ранее, любой из отпечатков является следствием использования той или иной технологии. У нас этих технологий не так много. Обработка картинок, обработка графики, обработка шрифтов, обработка звука. Что еще можно обработать? У нас может появиться обработка виртуальной реальности, обработка мыслей, не знаю, обработка отпечатков пальцев. Понимаешь? Большого количества здесь все равно не будет. Поэтому я бы сказал так, что скорее нет. Но в целом я могу отметить такую тенденцию, если мы проанализируем, например, те же самые последние, как ты говорил ранее, 10 лет, ситуация не только ухудшается. Ситуация ухудшается, ухудшается она с каждым днем. И дело в том, что ситуация может кардинально ухудшиться фактически в любой момент. И сейчас, знаешь, я не люблю вот эти всякие страшилки, теории заговора и так далее. Но чем дальше, тем больше я с этим сталкиваюсь. И чем дальше и больше, я даже не знаю, какой мобильный телефон использовать. Это реальная проблема. У меня есть небольшой список вопросов. Сможешь, пожалуйста, дать ответы на них? Можно коротко, но не обязательно. Для работы с конфиденциальными данными, работой с криптовалютой, когда безопасность важнее удобства, нужно ли пользоваться только Unix системами? Или тот же Windows 10 в правильных руках ничуть не хуже? Сергей, любая операционная система из коробки не является безопасной. Поэтому это всего-навсего мифы о том, что ты возьмешь, установишь Linux, и сразу у тебя все станет хорошо. Также есть очень известный миф, что для Linux не существует вируса. Этот миф был рожден Линусом Торвальдсом, создателем этого Linux. Рожден он был в шуточном разговоре, но его подтянула желтая пресса. Поэтому мой ответ, можно настроить фактически любую систему до состояния действительно безопасной. Какой софт для создания надежного криптоконтейнера ты считаешь лучшим? Надежный криптоконтейнер, по моему мнению, все равно остается TrueCrypt. TrueCrypt версии 7.1a. Есть проект Veracrypt, великолепный, классный проект. Но я отдаю свое предпочтение TrueCrypt. Почему я оставлю за кадром? Научились ли современные криминалистические лаборатории доставать ключи к контейнерам без доступа к оперативной памяти, свап или файлу гибернации? Нет, таких технологий на данный момент, насколько мне известно, не существует. Потому что ключи криптоконтейнера должны где-то храниться. Это либо файл подкачки, либо файл гибернации, либо оперативная память. Есть еще один источник, где они хранятся. Это человеческий мозг. Поэтому намного проще будет поломать человека, чем поломать криптоконтейнер. Можно ли доверять Veracrypt? Новых версий становится все больше. Могут ли они там оставить лазейки для спецслужб? В теории, конечно, это возможно. Но довольно большое количество людей поддерживает Veracrypt. У них довольно большое сообщество. Сообщество действительно продвинутых людей. Поэтому мой ответ – да, действительно можно доверять проекту Veracrypt. Только непонятно, почему закрыли TrueCrypt, а Veracrypt не закрывают. Наверное, сложности законодательства. Разные страны. Возможно ли получить доступ к диску с полнодисковым шифрованием LUX при выключенном компьютере без перебора с брутфорсом? Нет, это невозможно. Hidden OS, созданный Veracrypt. Можно ли его распознать? Насколько я знаю, с 1998 года по сегодняшний день ни одной такой технологии не было представлено. Но технологии практической. В теории это возможно сделать. Но на практике проведение такого рода анализа займет несколько лет. Доверяешь ли ты Hoonix, Cubes, Kodachi, Tails, Subgraph? Или самое лучшее решение – поставить тот же Ubuntu и настроить там все самому? Сергей, наверное, из всех перечисленных тобой систем я бы больше доверился в Hoonix в связи с его архитектурой. По поводу Tails, честно говоря, система Tails для меня вообще непонятна. И непонятно, как распиаренный человек, такой как Эдвард Сноуден, мог эту систему советовать. По мне это больше похоже на чистый вброс, потому что мы все прекрасно понимаем, кто может контролировать выходные узлы из сети Tor. Остальные системы, скажем так, не завоевали моего доверия и ни в одном профессиональном сообществе хороших мнений о них я не нашел. Есть ли безопасные альтернативы KeePassXC? Есть такие альтернативы – запиши в блокнот, сохранив криптоконтейнер с двойным дном. По твоему мнению, можно ли доверять таким популярным почтовым сервисам, как ProtonMail или Tutanota? Я скажу тебе один интересный момент. В компании ProtonMail есть один человек под именем Алекс Брэннен. Так посвященствовалось, что я с этим человеком знаком. Не для протокола будет сказано, но в процессе разговора компания ProtonMail выдаст все данные о человеке. В том случае, если человек, на которого будет этот запрос данных, нарушает законы, которые можно нарушить в Швейцарии. Поэтому, увы, это факт номер один. Факт номер два. Когда ProtonMail появился, я был в числе чуть ли не 10 тысяч первых пользователей. И мы все знаем, что вводишь второй пароль, у тебя все классно, все хорошо. Но так получилось, что я второй пароль забыл. Однажды у меня такая ситуация была. Я взялся с службой поддержки. Они сказали, что никаким образом мы вам этот пароль не сможем восстановить и так далее. Мне пришлось сделать заново все и как бы ту информацию обнулить. Но когда я эту информацию обнулил и сделал все заново, я увидел всю свою старую почту. Это было странно. Наверное, это просто какой-то глюк и такого уже нет, но факт остается фактом. Поэтому любая компания, которая позиционирует себя как безопасную, которая действительно работает на благо человека, она все равно является подконтрольной. ProtonMail позволяет зашифровать переписку. Он позволяет отправить зашифрованное письмо. Но это зашифрованное письмо позволяет отправить, если я не ошибаюсь, только лишь пользователю ProtonMail. Соответственно, это письмо уже априори не можно считать безопасным, потому что от него есть ключик ООО, есть ключи ProtonMail. Поэтому я бы сказал, что идеальным решением в данном случае является только лишь настройка своего почтового сервиса. Можно ли доверять Тор или стоит посмотреть чуть в другую сторону, скажем, I2P? Я бы сказал, что Тору действительно можно доверять, потому что эта технология была проверена уже из кодных кодов, были проверены тысячами специалистов. Единственное, что есть в Торе проблема, это в том, что выходные ретрансляторы контролируются частными лицами. И государствами, и частными лицами. Поэтому, скажем так, информация, которая выходит из сети Тор, она априори не является безопасной. Поэтому я бы сказал так, Тор как средство анонимности великолепный, но лучше его использовать в связке, например, VPN, Тор, VPN, либо не выходить за пределы сети Тор. Джаббер по-прежнему самый надежный и безопасный способ общения? Да. Но если это свой джаббер, если это джаббер с шифрованием, например, шифрованием PGP. По твоему мнению, можно ли пользоваться такими популярными браузерами, как Chrome, или все же лучше от них отказаться в пользу той же лисы, Firefox? Смотря какие цели ты преследуешь. Если ты хочешь делать покупки на Амазоне, Авито или OLX, да, если ты самый обычный пользователь, то Chrome невероятно удобная вещь. Пользуйся им, пожалуйста. Если ты преследуешь цель какую-то действительно анонимизироваться, то нужно понимать, от кого ты хочешь спрятаться. Если ты хочешь спрятаться от этих сервисов, ну, пожалуйста, можешь использовать, например, какие-нибудь дополнения для того же самого Chrome, либо же для Firefox. Это будет лучше. Если ты хочешь спрятаться так, чтобы тебя искали, то не нашли, тогда тебе в помощь идут системы антидетектора. Либо специальные браузеры по типу Тора. Для каждого свои цели. Какие расширения стоят в твоем браузере для обычного серфинга? Никаких. Как ты относишься к такому явлению, что у нас в сети очень много параноиков? Пользуются исключительно open source, сидят на кнопочных телефонах, крайне негативно относятся ко всему, что имеют закрытый код. Сидят за 10 VPN-ами, Tails используют для просмотра того же видео на YouTube. Откуда взялась такая фобия у людей, по твоему мнению? Это есть целая категория людей, похожих на то, что ты описал. Называются они шифропанки. Людям так комфортно. Ну, им так хочется, действительно, за нами наблюдают постоянно спутники, рептилоиды на нас смотрят со всех сторон, поэтому действительно надо от них защищаться. Человеку комфортно, понимаешь? У человека есть свой мир, и в этот мир он никого не пускает. Как ли страшен закрытый код, на твой взгляд? Как найти баланс между паранойей и удобством? Закрытый код страшен, если он написан неизвестным разработчиком. Фактически я не встречал, наверное, ни одного кода, который невозможно было бы декомпилировать. Но, опять же, кто этим будет заниматься? Поэтому, если ты пользуешься софтом от известного разработчика, то он будет дорожить своим именем намного больше, чем мнимой выгодой от получения твоих персональных данных. Что сейчас происходит на теневых площадках и форумах? Можешь, пожалуйста, поделиться эксклюзивными новостями, куда движется теневой рынок и какие прогнозы ты можешь дать? Увы, я не могу дать никаких прогнозов, потому что за ситуацией на так называемом теневом рынке я не слежу абсолютно. У меня есть мои ветки на форумах, которые можно расценить как теневые, но не более. Я не принимаю участия в форумной жизни, стараюсь максимально от этого, скажем так, дистанцироваться. И у меня есть тоже свой маленький мир в виде пары тем, и остальное меня не интересует. Это просто реклама. На твой взгляд, как изменится теневая сфера в ближайшие пару лет? Уйдут ли форумы еще глубже на Onion ресурсы, Freednet, I2P или все останется как есть? Я тебе скажу так, что все останется как есть и более того, будет расти. Уход на луковые сервисы, то есть в сеть Tor, не является чем-то удобным для пользователя. А в данном случае, те люди, которые окружают нас, если раньше это были, например, люди, которые действительно, во-первых, они знали хотя бы, что такое сеть Tor, знали, что там можно найти и так далее. Это категория людей действительно уже опытных. А в данный момент, поскольку интернет у нас разрастается, количество пользователей разрастается, они потихоньку эти форумы все равно находят. И они понимают, что на этом форуме есть что-то интересное. И, соответственно, форум должен подстраиваться под таких же людей. Поэтому только открытый доступ. В сети есть вероятность того, что, конечно, некоторые ресурсы уйдут в такое серьезное подполье. Но на самом деле все сообщества, они довольно небольшие, как бы то казалось. Если мы возьмем сейчас любой даже теневой форум, проанализируем его, мы на этом форуме найдем два десятка человек, которые предоставляют хоть какие-то более-менее вменяемые услуги. Они являются реселлерами или кидалами. Поэтому эти два десятка человек могут вполне спокойно общаться в своем изолированном мире внутри какой-нибудь джаббер-конференции и, соответственно, привлекать клиентов путем создания самых обычных мультов. Дмитрий, спасибо тебе большое за интересное интервью. Теперь я хоть стал понимать, что такое антидетект системы. Друзья, если вам интересно более предметно ознакомиться с деятельностью Дмитрия и его проектами, я оставлю ссылки на материалы в описании под видео, как всегда. Переходите и изучайте. Ну а на этом у нас все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свое мнение о том, нужен ли вам антидетект и для чего вы собираетесь его использовать. Дмитрий, спасибо тебе еще раз. Буду рад снова тебя видеть на моем канале. Благодарю, Сергей, за интервью. А пользователям хотелось бы дать один очень-очень важный момент. Совет. Фильтруйте информацию, которая попадает к вам.